часть из вас видела фотографии у меня в соц сетях со всякими проводами я наконец-то решил рассказать что же ерунда была такая и зачем это было нужно да я думаю что многие из вас уже поняли что тут происходит да решили мы с кириллом провести эксперимент в общем то что сделано два блока питания на 2450 ватт каждый к ним идут провода на самом деле один блок питания по потреблению может поддерживать обслуживать примерно 6 карт пусть их сейчас как раз 6 речь идет о geforce 10 gtx 1080 ти каждая карта потребляет в районе 300 320 ватт то есть один блок питания обслуживает 6 карт с небольшим запасом однако сейчас подключено по 3 карты на блок питания потому что при полной нагрузке вентиляторы блоки питания рут так что невозможно совершенно находиться рядом поэтому пока это все подключено к двум блокам питания значит блоки питания запитываются от розетки 220 вольт через 32 амперный автомат на самом деле который служит исключительно кнопки включения выключения общей значит блоки блоки питания выдают 200 ампер по 12 вольт 4 линии по 12 вольт они идут вот такими вот замечательными проводочками такому клеммнику это на самом деле называется нейтральная шина изолированная в корпусе вот каждая клемма рассчитана на 120 ампер здесь 4 клеммы соответственно 2 на плюс 2 на минус как только понадобится подключить больше карт станет соответственно еще один такой корпус вот эти самые провода которые вы видели на фотографиях возможно их даже те самые фотографии прикручу видео значит как это все устроено здесь но эти сейчас ненадолго отключу нет в общем идет на каждую карточку идет три линии 12 вольт и три линии земли значит вот здесь вот это все расходится на два разъема 8 пин здесь это все пропаяно оно не греется соответственно каждый коннектор также разведен сначала обжат затем пропаян но здесь мы поняли что все это зажимается в клеммнике наконечники обжаты специальными терминаторами и вставлены в клеммнике и зажаты винтами что еще из интересного из интересных решений на во первых вот так вот это все охлаждается здесь жарко карты ну я покажу статистику чуть дальше карты греются достаточно сильно пока все это находится у меня на балконе но я надеюсь что ненадолго значит что здесь ну вы видите да как это все устроено в общем то стандартно я думаю что во многих обзорах это все уже не раз отговаривалось у нас есть райзеры которые выдают pcx которые умеют наружу выдавать вся экспресс 1x и вот соответственно подключать видеокарты по pcx 1x также из интересного вот такой вот шток который контролирует работоспособность фермы ему на вход то есть он предваряется последовательным портом ком портом ему на вход подается специальная последовательность символов и он считает в этом случае считает что все живое как только последовательность символов поступать перестает он ждет какое-то время и собственно вот этими проводочками которые подключены к материнской платье перемыкает либо ресет либо если это не помогло разъемы отвечающие за кнопку питания соответственно выключает и затем включает материнскую плату чуть позже я сюда примонтирую в какую статистику да пока вот обзор я считаю что достаточно большое расстояние между картами мы сделали то есть ферма получается большой однако она планируется на 12 карт дальнейшем хочется верить что мы это дело расширим если эксперимент будет удачен еще на 6 карт ну очевидно что не хватит pc express разъемов и здесь 7 штук стандартных плюс есть еще м2 разъемы в которые можно воткнуть переходники то есть получится 9 pc express разъемов прямых однако существуют множители до переходники для шины pc express можно из одного pc express 1x сделать 3 pc express 1x и каждому из них уже соответственно подключить вот такой вот райзер все это дает вместе ну достаточно большое количество видеокарт однако пока предварительно по питанию получается что больше 12 карт не потянуть если вот статистика статистика показывает что на сегодня примерно 1850 1820 ватт используются если так пойдет и дальше если не будет ничего разгоняться и так далее то можно будет обслуживать не 12 а 14 карточек но в дальнейшем посмотрим статистику по финансам я дам чуть позже